дорогие мои везунчики рада приветствовать вас на канале 3 мастер сегодня мы с вами будем вязать вот такую трендовую красотищу я покажу вам очень очень подробно как вязать этот потрясающий узор он вяжется только в лицевых рядах соответственно даже новичок справиться следует лишь внимательно смотреть на схему изнаночные ряды вяжется очень просто по рисунку все как мы любим а какой необыкновенный эффект красота брата можно этот узор вязать и из пряжи с люрексом не обязательно использовать классик у меня классический хлопок почти белый красивого сиреневого светло-сиреневого оттенка от фибра натуры это органический хлопок с большой палитрой оттенков называется он cottonwood ссылочку на него я как всегда прикреплю под видео и все остальные координаты нашего магазина вы тоже найдете не только в описании под видео но и в первом комментарии этим великолепным узором вы можете вязать и летние и зимние вещи конечно же это может быть прекрасный кардиган это может быть роскошный палантин и это могут быть любые джемперы и топы такой самодостаточный узор мы с вами очень подробно будем его вязать я буду провязывать с вами петли симметрии начала раппорт и петли симметрии в конце поэтому этот мастер-класс для начинающих я надеюсь что вы поставите лайк оставите комментарий заранее большое большое вам спасибо благодарю вас а мы приступаем и так раппорт этого узора равен 14 петлям и мы набираем столько раз по 14 сколько нам необходимо петли симметрии это тоже 14 петель 7 перед раппортом узора и 7 после здесь у меня два раппорта по 14 и еще один раппорт для петель симметрии 7 в конце 7 начали то есть можно сказать что всего три раппорта я набрала также я вместо для красивого образца вместо кромочной я вижу небольшую планку платочным узором вы конечно можете этого не делать давайте посмотрим на изнаночную сторону вот такая она классическая с изнаночными здесь у нас присутствует дорогие мои дырочки двойные и один накид одинарные ничего сложного пряжа у меня матовая так как это хлопок не мерсеризованный она нежная нежная для кожи подойдет для аллергиков для детей достаточно объемная хороший метраж мы с вами из нее много вяжем я ее очень-очень люблю здесь 105 метров я вижу спицами номер четыре здесь нам рекомендованы спицы от четырех с половиной до пяти с половиной так оно есть но так как узор на сильно ажурный то я рекомендую вам взять спицы номер четыре для того чтобы дырочки были четкие для четких красивых узоров посмотрите как это пряжа смотрится подчеркивает красоту любого узора она такая круглая поэтому возьмите спицы номер четыре к тому же это пряжа недорогая можно даже сказать дешевая и я вам ее советую как бюджетный вариант который смотрится и выглядит дорого и классно так еще нам понадобятся маркеры каждый раппорт петли симметрии и каждый раппорт я рекомендую вам отбивать маркерами чтобы вы не запутались иначе можно легко запутаться высоту мы будем повторять 28 рядов но изучать мы с вами будем в половину меньше потому что про изнаночные ряды нечего особенно говорить нечего обсуждать первый ряд раппорта лицевой вы можете не вязать планочку как у меня она составляет вместе с кромочной 3 петли а просто снимаете кромочную и начинаем вязать петли симметрии первый лицевой ряд 2 вместе лицевой с наклоном влево двойной накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо лицевая далее я разместила маркер и в этом ряду у нас двойной накид 1 накид относится к половинке а 2 накид относится к целому раппорту поэтому маркер я просто повешу после двойного накида теперь второй накид это уже начало раппорта узора и мы вяжем далее раппорт узора 2 вместе с наклоном влево лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево двойной накид и вместе с наклоном вправо и придерживаем накид 2 вместе с наклоном вправо придерживаем накид лицевая 2 вместе с наклоном вправо далее заканчиваем раппорт основного узора накидом и начинаем следующий раппорт у меня здесь два полных раппорта и так начинается он с накида и повторяю точно так же как мы вязали провязываем еще один раппорт давайте вместе про вяжем 2 вместе с наклоном влево после двойного накида лицевая 2 вместе с наклоном влево двойной накид 2 вместе с наклоном вправо лицевая 2 вместе с наклоном вправо лицевая 2 вместе с наклоном вправо и накид 2 2 раппорт мы закончили начинаем половинку симметрия половинку раппорт и так один накид мы уже провязали из двойного далее 3 вместе с наклоном влево лицевая 2 вместе с наклоном влево двойной накид и 2 вместе с наклоном вправо провязали часть симметрично половину раппорта и далее провязываем кромочную изнаночной и планочку провязываю для красивого образца второй ряд смотрите больше не буду показывать изнаночные ряды снимаем кромочную я провязываю планку и все петли мы будем вязать изнаночными в том числе и накиды а двойной накид вот у меня изнаночная теперь двойной накид мы провязываем так первый накид изнаночный второй накид лицевой все вяжем по рисунку и как накиды провязывать я вам продемонстрировала готова третий ряд снимаем кромочную я провязала планку теперь вяжем петли симметрии вяжем лицевую вторую лицевую посмотрите у нас тут вывязана из большой дырочки две петли и так половинка начинается с того что мы провязываем 2 лицевые далее одинарный накид 2 вместе с наклоном вправо еще раз 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая теперь посмотрите вот так я перевешиваю петлю и возвращаю на свое место маркер чтобы четко вы не запутались сколько у вас раппортов каждый раппорт памяти маркером тогда вы точно не запутаетесь и начинаем вязать раппорт основного узора лицевая одинарный накид 2 вместе с наклоном влево еще раз вот здесь мне нужно перевести эту петлю 2 еще раз 2 вместе с наклоном влево я не говорю лицевую потому что все петли вот эти по 2 вместе вправо и влево мы всегда вяжем лицевыми накид 4 лицевые накид 2 вместе с наклоном вправо и вместе с наклоном вправо и тоже перевешиваем можно мне придется перевешивать в раппорте лицевая маркеры теперь будут всегда на своих местах это было связано с двойным накидом в первом ряду вяжем второй раппорт точно также начиная его с лицевой провязываем я закончила второй раппорт и маркер ставлю между после того как я провязала последнюю лицевую в раппорте первую из большой дырочки все марки на своем месте и петли давайте провязываем лицевая накид 2 вместе с наклоном влево 2 вместе с наклоном влево накид 2 лицевые и кромочная четвертый ряд вяжем по рисунку и не забываем что у нас были только одинарные накиды в третьем ряду поэтому будьте внимательны провязывайте одинарные накиды только лишь изнаночной одной 5 ряд снимаю кромочную провязываю петли симметрии 2 вместе с наклоном влево накид одинарный 2 вместе с наклоном вправо накид придерживаем накид 2 вместе с наклоном влево накид лицевая 2 вместе с наклоном вправо накид 2 вместе с наклоном влево накид 2 вместе с наклоном вправо 2 вместе с наклоном вправо накид 2 вместе с наклоном влево накид лицевая 2 вместе с наклоном вправо накид 2 вместе с наклоном влево накид 2 вместе с наклоном вправо провязываем кромочную изнаночной 6 ряд вяжем по рисунку изнаночными 7 ряд снимаем кромочную и начинаем половинку раппорта то есть петли симметрии накид лицевая 2 вместе с наклоном вправо лицевая накид 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая 2 вместе с наклоном вправо лицевая 2 вместе с наклоном вправо 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая 2 вместе с наклоны вправо накид лицевая 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая 2 вместе с наклоном влево лицевая и накид и кромочную провязываем 9 ряд петли симметрии снимаем кромочным провязываем лицевую дальше 2 вместе с наклоном вправо 2 лицевые двойной накид и 2 вместе с наклоном влево переходим к основному раппорту провяжем сначала 2 вместе с наклоном вправо двойной накид 2 лицевые 2 вместе с наклоном влево 2 лицевые из двух петель из большой дырочки 2 вместе с наклоном вправо далее 2 лицевые двойной накид и 2 вместе с наклоном 2 вместе с наклоном влево повторяем раппорт еще раз петли симметрии провязываем в конце 2 вместе с наклоном вправо двойной накид 2 лицевые 2 вместе с наклоном влево лицевая и кромочная одиннадцатый ряд провязываем петли симметрии 2 вместе с наклоном вправо далее 4 лицевые раз два три 4 накид теперь снимаю маркер потому что следующие две петельки раппорт начнется после 1 мы скрестим нити перед работой снимаю на правую спицу петлю провязываю лицевую сзади левой спицы перехватываю петельку вынимаю правую надеваю перекрещиваем и провязываю лицевую так вот здесь маркер опять между этими двумя петельками можно повесить но вот так как следующим видом еще раз так перекрестим я размещу его после этих двух петель и так одна петля основного раппорта узора уже провязана дальше раппорт состоит из накида 4 лицевых 1 2 3 4 2 вместе с наклоном влево 2 вместе с наклоном вправо 4 лицевые 1 2 3 4 накид и мы снова будем скрещивать накид нить перед работой перекрещиваем и наконец петли симметрия это накид 4 лицевые и 2 вместе с наклоном влево и кромочная вяжем 12 ряд по изнаночной стороне 13 ряд снимаем кромочную провязываем 2 вместе с наклоном влево лицевая накид и 3 лицевые следующие две петли мы опять скрещиваем первая петелька относится к петлям симметрии точно так же как в прошлом ряду перекрещиваем провязываем провязываем вторую лицевую теперь мы можем вернуть маркер между петельками там будет удобнее дальше и основной раппорт узора мы уже начали после этой лицевой она первая в раппорте у нас три лицевые накид лицевая 2 вместе с наклоном 2 вместе с наклоном влево лицевая накид 3 лицевые и снова скрещиваем две петли можно в принципе в любую сторону главное чтобы ввести в одинаковую сторону меня ввести вправо все скрещивание в этом узоре теперь возвращаем маркер я провяжу еще один раппорт и встретимся на петлях симметрии в этом ряду петли симметрии это после скрещивания одну петлю мы считаем далее 3 лицевые накид лицевая и 2 вместе с наклоном вправо кромочная провязываем 14 ряд по изнаночной стороне 15 ряд после кромочной накид далее 2 вместе с наклоном влево лицевая 2 вместе с наклоном влево двойной накид и 2 вместе с наклоном вправо придерживаем накид так теперь основной раппорт узора 15 ряду и так 2 вместе с наклоном влево двойной накид и 2 вместе с наклоном вправо лицевая 2 вместе с наклоном влево двойной накид и 2 вместе с наклоном вправо раппорт раппорт петли симметрии 2 вместе с наклоном вправо лицевая 2 вместе с наклоном вправо накид и кромочная 17 ряд петли симметрии после кромочной лицевая далее накид 2 вместе с наклоном влево и 2 вместе здесь перевешиваем и опять 2 вместе с наклоном влево накид 2 лицевые это были петли симметрии основной раппорт 2 лицевые накид 2 вместе с наклоном вправо 2 вместе с наклоном вправо накид 2 лицевые 1 накид 2 вместе с наклоном вправо 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая накид 2 вместе с наклоном вправо 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 накид 2 вместе с наклоном влево накид и 2 вместе с наклоном вправо накид 2 вместе с наклоном вправо с наклоном вправо так это мы провязали петли симметрии теперь основной раппорт 2 вместе с наклоном влево накид 2 вместе с наклоном вправо накид 2 вместе с наклоном влево накид в центре рапорта у нас 2 лицевые далее накид 2 вместе с наклоном вправо накид 2 вместе с наклоном влево накид и 2 вместе с наклоном вправо повторяем раппорт петли симметрии и так мы провязываем 2 вместе с наклоном влево накид 2 вместе с наклоном вправо накид 2 вместе с наклоном влево накид лицевая и кромочная так у девятнадцатый ряд 20 провязываем по изнаночной стороны 21 ряд после кромочной мы провязываем лицевую далее 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая 2 вместе с наклоном влево лицевая и двойной накид снимаю маркер и после двойного накида провязываем лицевую второй накид и вот это лицевая это уже начало раппорта далее вяжем раппорт продолжаем его вязать 2 вместе с наклоном вправо лицевая накид 2 вместе с наклоном влево лицевая и двойной накид лицевая 2 вместе с наклоном влево лицевая и двойной накид далее вяжем лицевой уже второго раппорта провязываем и петли симметрии вот этот второй накид это начало петель симметрии далее лицевая 2 вместе с наклоном вправо лицевая накид 2 вместе с наклоном влево и лицевая кромочная встречаемся в двадцать третьем двадцать третий ряд мы провязываем у меня планочка и кромочную снимаем далее провяжем 2 вместе с наклоном влево и лицевая это петли симметрии маркер я уже разместила перевесила между двумя петельками из больших дырочек так как они у меня расстегиваются и основной раппорт узора лицевая 2 вместе с наклоном вправо дверь лицевые двойной накид 2 вместе с наклоном влево так и вместе с наклоном вправо двойной накид 2 лицевые 2 вместе с наклоном влево и лицевая повторяем раппорт петли симметрии с другой стороны лицевая 2 вместе с наклоном вправо 2 лицевые двойной накид 2 вместе с наклоном вправо и кромочная 25 ряд после кромочной мы провяжем лицевую накид 4 лицевые 1 2 3 4 и 2 вместе с наклоном влево маркер переходим к основному раппорту который будем повторять 2 вместе с наклоном вправо 4 лицевые 1 2 3 4 накид и скрещиваем 2 петельки нить перед работой снимаю петлю провязываю лицевую перехватываю сзади перекрещиваю провязываю вторую лицевую накид далее 4 лицевые 1 4 2 вместе с наклоном влево повторяем петли симметрии в этом будет очень простые 2 вместе с наклоном вправо 4 лицевые накид лицевая и кромочная и наконец предпоследний ряд двадцать седьмой двадцать восьмой будет изнаночной мы будем потом повторять с первого по двадцать восьмой ряды и итак петли симметрии это 4 лицевые накид лицевая и 2 вместе с наклоном вправо раппорт узора 2 вместе с наклоном влево лицевая накид 3 лицевые далее над скрещенными петельками еще раз их также скрещиваем провязываем 3 лицевые накид лицевая 2 вместе с наклоном вправо повторяем вот и все повторяем с первого по двадцать восьмой ряд очень интересно вязать этот узор большое большое удовольствие вы получите я надеюсь вам понравился мастер-класс подписывайтесь на мой телеграм-канал помимо схемы вот этого узора который я прикреплю сегодня будет в шапочке телеграм-канала вы найдете там множество моделей как крючком так и спицами схемы модели описания и новинки каждый день у нас новые поставки бобильной пряжи клубочный от лучших мировых фабрик лучшие инструменты и конечно же очень и очень много схемы описаний также я вас жду в нашем магазине ну и оставляйте комментарии мне будет очень интересно почитать может быть вы хотите связать плечевое изделие таким красивым узором или маечку или еще что-либо целую вас обнимаю скоро увидимся пока пока а а